Вот еще прекрасные цветочки, даже не знаю названий, но для моего урока они очень подходят. Сегодня 19 октября, а вот такие вот цветы. Погода отличная, очень тепло, почти как лето, 22 градуса, 20 градусов. Ну, хочу вам рассказать тоже, что очень ценится в Германии растения, животные, их берегут. Вы увидите, как ходят спокойно возле озера, лебеди, гуси, их кормят, так же есть нутрии. Всех их защищает закон, да, никто их здесь не трогает. И птицы аисты живут у нас, вот в нашем городе живет аист, семейство даже аистов, да. Уже очень много лет, и они уже как достопримечательность нашего города. Поэтому, чем вот интересна Германия еще, вот, что она бережет природу, всегда за природу, за животных. А я сегодня вам хочу рассказать следующие местоимения, которые могут использоваться так как в русском, так и в немецком. Это если вы хотите сказать «это моё» или «это его» коротко, без конкретики. Вот если мы в предыдущих четырех уроках разбирали конкретные, мы называли «это моя книга», «мой муж», «моя женщина», «моя жена», «мой ребенок», «твой», «его», «её», «их», да, то это все можно укоротить, оставить конкретно, убрать конкретику. Допустим, я не называю ни предмет, ни человека или живого существа, а просто говорю «это моё» или «это твоё», «это его», и всё. Вот как по-русски, да, вы вот сейчас меня понимаете, да, когда ответ короткий. И чтобы он правильно звучал, во-первых, используется он, это местоимение в именительном падеже, вы видите табличку номинатив. Мы разберём сейчас это средний, ой, мужской род, маскулину, да, вы знаете, что мужской род, артикль «дэр», и окончание у него будет «эр». Это «эр», присоединяем, вы видите, базовая форма, допустим, «майн», «майнер» будет. Если вы хотите сказать «это моё», имейте в виду, как бы это сейчас, да, вот «это мой», не «моё», а «это мой». «Дас из майнер», допустим, «мой телевизор», вот, возьмём пример, «телевизор», это «он», да, я говорю по-русски, да, вот кто-то меня спросит, «это твой телевизор»? Или «чей это телевизор», наверное, лучше так, вот если меня кто-то спросит, «чей это телевизор», я могу сказать, «это мой», да, я могу не договаривать до конца слово «ещё телевизор», я могу коротко ответить, «это мой». Вот то же самое на немецком, вы можете сказать «дас из майнер», или «майна», ну так, да, ну, очень правильно, «дас из майнер», «дас из майнер». И это понятно, что вы говорите, отвечаете или говорите в мужском роте в именительном падеже, без склонения, в номинатив. Это твой телевизор, чей телевизор? Это мой. Потом «дас из дайнер», это твой. «дас из зайнер», это его. «дас из ирер», это её. «дас из зайнер», это тоже его, если оно, да, оно. «дас из унзерер», это «наш», «дас из ойрер», смотрите внимательно, сменяется, да, убирается одна «э» и добавляется в конце «и-р». «Ойрер», «дас из ойрер», «эр» мы не рычим, лёгенько произносим «эр». «Ойрер», «ойрер», «роленд», «роленд», произносится он округляющий этот «эр». «Ойрер», дальше «дас из ирер» и с маленькой буквы «ирер». «Это ваш уважительно» или «это их телевизор» имеется в виду, да, вот. Но телевизора, вы видите, слово «нет». Да, я надеюсь, вам понятно, да. Коротко ответить без называния полного вот слова, ну, предмета или живого существа. А на следующем уроке постарайтесь сначала, как бы, эту информацию освоить, потому что предыдущие четыре урока, там были другие окончания и другой смысл. Потому что вот это очень важно, это будет тоже встречаться в диалогах, если вам нужно ответить коротко в смс. Усвойте сначала хотя бы это, да, потому что предыдущие четыре урока были очень интенсивные, очень значимые, и это тоже очень важно. И на следующем, завтра мы рассмотрим следующие примеры. Не сдавайтесь, пожалуйста, я держу за вас кулачки, у вас всё получится. Учим, учим, просто учим, по чуть-чуть, но учите все эти правила, все эти окончания, выражения, как и когда применять. Это вам очень пригодится. Спасибо большое, что у меня есть, мои дорогие подписчики. Всем привет, гостям канала, которые ещё не подписались, пожалуйста, подпишемся, нажимаем на колокольчик, будете получать уведомления о новых уроках. А я с вами прощаюсь и до завтра.